Вопрос такой интересный. Алекс, завтра буду знакомиться с очень неизвестным человеком, переживаю, что делать. А человек мужчина или женщина? Так сказал, или сказал, вопрос от кого? Алекс, ответь, пожалуйста, это будет мужчина по поводу известного человека, спасибо. Смотри, если мужчина, да, есть разные стратегии, тоже зависит от того, какой это мужчина. Есть одно, то есть какой у него стиль общения. Смотрите, когда серьезная идет игра, а серьезную игру я веду только с теми, кто мастера прошел, иначе нечего делать с этими людьми, потому что я сейчас скажу, что делать, ты это не сделаешь, потому что ты будешь бояться это делать, и я просто бесполезно потрачу свое время. Но если девушка прошла мастерский тренинг уже, первое, что мы делаем, это мы берем этого человека, берем все, что мы о нем знаем. Первое, самое важное, это мы узнаем, с кем у него были романы до нас, да, то есть кто у него были бывшие. Пробуем, как угодно выяснить, как мы можем у знакомых там, или через там сливы, через компроматные сайты. На что он велся, какой был у него фетиш возможный, на чем конкретно он сидел, на какого типа жатенках он сидел, как они себя вели с ним и так далее. И после этого мы выстраиваем стратегию, как на него воздействовать. Если нету опыта, да, если нету опыта методик, нету прокачки, прокаченности у тебя на обычных людях этих методик, да, этих игр, то ты просто накосячишь. Ты пойдешь и накосячишь. И если у тебя это там один раз в год бывает возможность с таким человеком встретиться там, и ты не можешь накосячить, да, то есть сперва ты должна натренироваться на других, многих разных, и уже натренированная, зная, как что работает, уже идти туда. Там ситуация, вот когда ты... Алик, такие хочешь. Что? Это все вранье. И второй мужчина. Нет, 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 это девочка пишет. Нет, это мужик. Мужчина, да не важно, даже если мужчина с мужчиной, какая разница, я еще раз говорю. Все одинаково работает, понимаете? Это важно, это система. И, соответственно, когда ты идешь, двигаешься по системе, все правильно происходит, и ты попадаешь в те стратегии, там и так далее, там подобные тактики, которые приводят к успеху, и все. Это как, ну, не знаю, в шахматы. Это... Я всегда говорю, что вот это соблазнение гораздо круче шахмат. Смотрите, как каким пафосом, обставлена игра в шахматы. Всего лишь каких-то там... Сколько там фигур? 16? 32 фигуры всего. 32 фигуры и там ограниченное количество шагов. А здесь человек, и второй человек, и неограниченное количество шагов, и неограниченное количество фигур. Игра гораздо сложнее, намного сложнее, чем шахматы. Гораздо интереснее, увлекательнее. И они, значит, люди там создают какие-то клубы шахматистов, там говорят, что это вообще суперинтеллектуалы и так далее, там подобное. Но почему? Я считаю, что соблазнение это как в миллиард круче шахмат, в миллиард раз круче шахмат с точки зрения нагрузки на мозг. Вот. И гораздо более увлекательная игра. Вот и все. Чтобы простроить нормально, нужно, конечно, иметь опыт для этого дела. У меня, я к этому серьезно отношусь, да, и несерьезно к этому относиться я не хочу. Почему? Мне неинтересно, ну, там, знаешь, есть люди, которые там приходят, просто, ну, дурака поваляются там, да, там, типа поржать. Ну, на шахматный турнир тоже можно прийти, потыкать пальцами в шахматистов, сказать, а, это Каспаров, смотри. И все, да, но это неинтересно. На мозге нагрузки нет, не увлекательно. Поэтому я серьезно об этом говорю всегда. Я сейчас вам серьезно ответил на вопрос о том, как поступить сюда. А ведь соблазнение же можно, действительно, ведь соблазнение это же можно применять для знакомства со звездами. Это же то же самое соблазнение, получается. Нет, конечно, нельзя, Герман. Ни в коем случае со звездами нельзя. Я этим никогда не занимался. Пять лет, блядь, столько этим мы занимались. Конечно, не можно, а вся страна видела, блядь, как можно применять соблазнение. Да нет, какая страна? Мир весь видел, как применять соблазнение на знакомство со звездами. А люди до сих пор, я не понимаю, люди долбоебы конченые, понимаете? Мы издали 4 книги и строили, сука, мировой скандал. С вовлечением всех, включая первых лиц, главных двух держав. Они до сих пор задают иногда вопросы, а что, со звездами тоже можно знакомиться, блядь, этим методикам? Вы что, ебанутые, что ли? Пиздец вообще. То есть, ну, меня иногда так и хочется сказать, вы что, блядь, дебилы. Блядь, вы почитайте хотя бы, ладно, там, идите, блядь, в гугл и гуглите просто. Ну, все. Нехер время парить с, там, нормальных людей. Тех, которые уже знают все и понимают, что нужно делать. Надо книгу делать просто по этой теме будет, на самом деле. Потому что нужно сделать книгу для чайников. Не, просто фишка в том, что вот все, многие там вещи, которыми я занимался, да, мы художественно это описали, да, и там куча фишек было. А народу нужно взять просто без художки всю эту тему, просто в виде стратегии. Потому что, видимо, в художки не заходит нифига, понимаешь, мне так кажется. Мне казалось, что это лучше зайдет в художки, что в художки зайдет лучше, они как-то начнут интересоваться. Не, нихера, люди достаточно банально хотят ответ в лоб получать, понимаешь. Поэтому лучше взять и, мне кажется, сделать именно такую версию... Для чайников? А? Для чайников? Ну да, для чайников, потому что случаев соблазнения звезд в теме было очень много. Много отчетов есть. Вот, и... Задание на охоте есть? Да, задание на охоте есть. Каждая охотница, если соблазнить звезду стабильно, стабильно делают всегда. И это делается с момента начала охоты. Первая охота прошла в 2008 году. И вот с первой, с этой охоты мы делали каждый тренинг, да, это задание. На каждом тренинге девочки делали отчеты о соблазнении известных там людей. И парни тоже с 2003 года тоже снять звезду, да, задание всегда. Уже огромный просто в теме опыт. Это интересно. Знаешь, мне почему это? Я первый раз задание это дал. Мне нравился фильм, помнишь, фильм «Брат»? И там была модель, как он общается со звездой. Я не помню, как эту тёлку звали. Как эту тёлку звали, с кем брат общался? Не помню, неважно. Он там, ну, там фильм «Брат», он общается со звездой. Простой парень, там главный герой приезжает, там она на понтах такая, а он просто приезжает и ебёт там спокойно. И ведёт себя так по-простяцки с ней и так далее. И я как-то, было случай, я в охотном ряду увидел офигительную тёлочку, певицу. Ну, такая средняя популярность у неё не суперизвестная, но я увидел, она классная, красивая, познакомился с ней, узнал, что она певица. И я вот точно так же с ней себя вёл, да, точно так же. Я глумился, стебался, просил её познакомить с другой тёлкой, значит, сказал, что мне нравится девочка. Она меня спросила, а я не нравился? Я говорю, да ну, да нет, мне такого не в моём вкусе там. Это просто ударило её по короне сеть. И я её соблазнил, вот. И после этого я понял, что как классно эта тема работает, да, и что это классная прокачка. Много чего научиться можно, да, с того, что ты соблазняешь. Ты простой, ты никто, да, соблазняешь какую-то тёлку с известностью, с понтами, да, именно таким образом. То есть ты снимаешь с неё корону во время общения. Только ты снимаешь корону очень интеллигентно, аккуратно, красиво, да, достойно. То есть не говори, знаешь, если, например, приходишь там, ну, с меня тоже тёлки считают, что надо снимать корону. Потому что я теперь тоже звезда, понимаешь, то есть если раньше меня никто не знал, то сейчас тёлки меня узнают, и они начинают снимать корону с меня. И я замечаю это, я замечаю, я же вижу, что они делают, понимаешь. Может, тут родительская девочка себе корону снимала? Да они все с меня снимают корону. Вот все вот с кем я знакомлюсь, да, они все пытаются с меня снимать корону. Как они это делают? Пытаются недооценивать мои достижения, там, да, говорить, это хуйня, там, что-нибудь такое. Ну, как бы понятно сразу всё, понимаешь. Вот. Это ошибка большая, то есть нельзя это делать, так стебаться нельзя, нельзя там бить по тому же, чем она занимается, по профессиональной деятельности. Правильно снимать корону изначально, вообще не упоминая её профессиональной деятельности, никак по ней не, значит, ездить. Да, там, не надо говорить, что там, хат, ты поёшь, да это херь, там полная. То есть не то, чем она гордится. Не надо вообще это убирать, да. Ты с неё снимаешь корону как с тёлки, а не как с личности. Личность не трогаешь вообще. А снимаешь корону только как с тёлки. То есть она начинает выделываться там, да. А ты говоришь ей, например, что, ну, вот мне вот это в женщинах не нравится. Просто в женщинах, не то, что в тебе, да. Я не люблю, когда женщина слишком, мне нравится домашняя девочка, там, в халатике, с тапочками, а вот это всё. Это меня отталкивает, там. Ты гораздо лучше хвалить её, там, ты лучше выглядишь в тапках и в халате, а не в этой пафосной, этой самой... В вечернем платье. Да, в вечернем платье, там, шикарно. Так я так и говорил. Я так и говорил. Да, я и так и говорил. Она покупала какие-то супер дорогие, дорогущие сапоги, а я ей сказал, что вот эти тапочки к тебе больше идут там, да. И так далее. То есть вот эти фишки все. И, соответственно, вот эта тема, это старый фильм. Никто его, наверное, из молодёжи уже не знает, этот фильм старый, но мы всё время на нём сидели, да. Я понял, что это классно работает, в стиле твоего брата, как бы, да. Классно работает, и я давал, начал давать задание каждому, кто у меня тренинг проходит, найти звезду и с ней познакомиться, её соблазнить. Вот, ну и, соответственно, там, рассказывайте, как сквознить. Сейчас полетим. Нас снимают с воздуха. То есть нельзя певице говорить, что она хуйню поёт. Конечно, понимаешь, вот если мне, допустим, девочка придёт, там, мне скажет, Алекс, да ты в книжках хуйню пишешь, да. Ну, я же знаю, какое количество людей эти книжки прочитали, там, сколькими они помогли, жизнь поменяли и так далее. Ну, я пойму просто, что она хочет сделать, да. Я просто пойму, что она хочет сделать. И я солью её. Потому что я буду понимать, ну, что она пытается мне снять корону, там. А как она пытается мне снять корону? Сказав херь полную, да. Вот, то есть пытается как-то, там, загнобить мои достижения, очевидные для всех. И мне не надо, там, доказывать уже этого, да, потому что это все знают. А, значит, то же самое, ты там пытаешься, ты говоришь ей, там, что ты там херню поёшь. Да, она знает, сколько в неё вложили в эту херню денег, и сколько людей фанатеет по этой херне, и сколько на концертах прибегает к ней, кричит, блядь, там, ты богиня, и так далее. Она это всё понимает, на неё молятся тоже, понимаете. И бесполезно по этой теме человека гасить, понимаешь. А гасить надо именно потому, что её зацепит. А зацепит её, зацепит её. Твоё отношение к ней, как к женщине, как не к личности, а как к женщине, которая взаимодействует с тобой здесь и сейчас. Тогда, да, это зацепить можно. Смотри, у меня две девочки, например, и они обе почему-то пытались через еду зайти. То есть они, короче, готовили, да, там, одна там что-то устроила, какую-то курицу в ананасах, вторая, ну, как бы, да, я ей говорю, слушай, да мне похер на жрачку, я вообще сыроед, как бы, по барабану. И она обиделась на эту фигню. А вторая тоже там что-то приготовила, там, мясо какое-то крутое. Говорит, ты знаешь, сколько это мясо стоит, там, килограмм, там, я не помню, какие-то бешеные суммы, там, вино какое-то дорого. Слушай, говорю, мне пофиг, я люблю домашнее, там, вино, это моё обычное мясо. Что, они так пытались корону, естественно? Они, нет, они пытались, и я вот, я говорил, типа, ну, это, типа, херня, мне это пофиг. И они очень обижались, я думал, типа, ну, с одной стороны, они были на короне, потому что девочки были известные, там, и они обижались. И вот я думаю, может, я неправильно делал, то есть не нужно было хаять их, ну, стряпню, вот, еду, например, то, что ты приготовил, или наоборот, или это нормально. А что ты прям? Я говорю, что, типа, херню какую-то приготовил, образ, и даже... Ну, смотри, Герман, ты нарушил снополагающий закон соблазнения. Это закон, законов всегда. Когда тебе она делает что-то, никогда дареному коню в зубы не смотрят. А если мне это не нравится, это правда... Не важно. Дареному коню, смотри, комплимент, спасибо, мне приятно, когда делают комплименты. Подружка тебе свою подогнала, да? Даже страшную. Даже страшную. Я всегда говорил, это неграмотно. Это большая ошибка. Я всегда говорил и говорю, и буду говорить всем. Всем мастерам, недомастерам, всем, кто у меня учится, да? За... По правилам темы, если вам подогнали подружку, спасибо всегда. Даже стрёмное. Даже если плохо себя повела. Всегда девочке своей говоришь спасибо. За любое что-то для тебя сделано спасибо. Человек тебе что-то сделал, спасибо всегда. Всегда любой подарок спасибо большое. Ты человеку показываешь, что за действие в отношении тебя будет благодарность всегда. Человек это настраивает на то, чтобы тебе дарить, да? Чтобы тебе делать комплименты. Чтобы тебе делать что-то приятное. Подчеркивать это мне будет приятно. Мне приятно, да? Мне приятно, когда ты даришь. Мне приятно, когда девушка мне готовит. И это важно, понимаешь? Это важно. Ты нарушил самое базовое основополагающее правило. То же самое касается женщин. Я всегда говорил женщинам всем. И я всегда говорил охотницам, которым я подгонял или которым кто-то подгонял мужчин других. За подгон всегда спасибо. Понравился, не понравился, неважно спасибо. Иначе не будет больше никаких подгонов. Иначе не будет больше никакой помощи. Не надо оценивать вот этот презент, который делает человек. Это принцип такой всегда. Он был в теме всегда. И этот принцип в теме ее момента основания. То есть, если человек делает эту ошибку, это значит серьезная ошибка, которая поведет дальше кучу неприятностей, подтянет за собой. Если девочка тебе подогнала свою подружку, и она тебе даже не понравилась. Если ты ее за это не поблагодаришь, она больше не захочет тебе подгонять подружку. Если тебе девочка сделала подарок, или мальчик тебе сделал подарок, и ты не скажешь ему спасибо за это, он больше не будет хотеть. Почему? Ты в голове у человека просто образ. Тебя не существует в реальной жизни. Ты каждый раз, ты соблазнитель, ты рисуешь образ все время. И какой образ должен быть, чтобы сидеть на тебе? Образ, чтобы хотеть что-то для тебя делать. Образ человека, который становится счастливым, если для него что-то делают. Если девочка, я ей что-то сделал минимальное, и она стала от этого счастливой, что мне будет хотеться сделать дальше? Так я не хочу больше ананасов, сухая, ты понимаешь? Понятно, понятно. Ну что, смотри, я запомнил, я запомнил, что я ей что-то маленькое сделал. Она бегала и прыгала от счастья. Вот смотри, очень простой пример. Я скажу, многие мужчины, вот из моих знакомых, да, они приехали в Витебск. Я как-то привез там своих друзей в Витебск. И после общения там с пафосными московскими тёлками, в Витебске девочки простые. И просто они говорят, слушай, Алекс, тут местные простые девочки, они полторашки пива радуются, как тёлки в Москве Бентли, понимаешь? После этого в Москву обратно не хочется. Хочется поменять, потому что человеку для счастья меньше надо, и хочется остаться с ними. И вот так мужья уходят от своих жён к любовницам, так жёны уходят к любовникам, да, потому что этому для того, чтобы радоваться по счастливым, не нужно космических кораблей там и как-то что-то невероятного, да. Этот радуется банальным вещам, которые я могу дать, да. И он становится счастливым. А тебе хочется быть счастливым человеком и, например, иметь возможность сделать его счастливым, правильно, да? Это нормально, это чувство любого из нас. Поэтому ты запоминаешь это, что человек счастлив, там какой-то подарок ты, допустим, ты ему сделал, а он счастлив. Ты это запоминаешь, и тебя тянет общаться с счастливым человеком. Это нормальное человеческое желание, инстинктивное. А не общаться с тем, кто недоволен, там мелочам в подарке, там не хочется с таким человеком общаться, правильно, да? Поэтому это очень важное правило. Я, думаю, сейчас до гвоздей разжевал просто это правило. И просто его нужно всегда знать, всегда. Много девочки делают такие ошибки. Много такое было, что... А как исправить? Знаешь, бывали такие ошибки, я переставал девчонкам помогать. То есть бывали ошибки, что там у меня девочка-то сказала, вот, ты там парня подогнал, блин, там, а он мне не понравился, там, он оказался таким стрёмным и всё такое. Я думал, что я от него кайфанул вроде сперва, а потом не кайфануло, и в результате, значит, типа, ну, немножко так обвинять меня даже пыталась, что вот не понравился. И всё, больше не будет подгона. Никакого. То есть, если она ещё раз меня попросит, я и не буду это делать. Ну, потому что всё, нарушила правила, нельзя. Не хочется мне, просто не захочется больше ей помогать, да, даже если не понравился. Поэтому это вот важный момент такой всегда во всю эту историю. Комплименты, подарки, что угодно, что делает там, готовит и так далее. Конец эфира, потому что время закончилось, друзья. Надо сохранить будет. Полторашка пива, это, конечно, мой что-то. Да, это так и есть. В Витебске очень бедные девчонки. Иногда даже хочется с ними, потому что они будут радоваться просто шашлыку на природе. Они радуются шашлыку на природе. Московские эти, сука, соски зажравшиеся. Они, сука, не радуются шашлыку на природе. Им нужен, блядь, 12-й айфон. Да, им нужен, блядь, тачку подогнать, чтобы они радовались, да. Там вот, ну, логика обычных людей, которые не в теме, да. Понятно, что мы знаем, что они будут радоваться, если уебал-нализал, да. А обычные люди, ну, они кормят женщин, там, вот этими ресурсами, да, на которые, там, они не умеют так, как мы, бесплатно делать. И они, значит, вынуждены делать, как умеют. Так вот, представьте себе, да, айфон, а тут всего лишь шашлычок на природе, там, туда-сюда. Да, и это все, это, это цилистафер. Это все, правильно.